Еще дни три тому за Великой Вильгате на это поле тяжкая техника выйти не могла, но мощный ветер свою справу зарабил. Теперь Глеб отрывает трактор без проблем. У Ксупуридска Гоменского района пассивные агрегаты выезжают на палетки у 7 ранниц и просуясь по 12-й годин. Полевые работы у господарца распочались от 3-го соковика, непосредственно сел баз 10-го. Причем для механизаторов одразу же продугледили меры захвачивания и организовали выясную работу столовой. На предприятии с 1 марта 2017 года организовано горячее питание работников, двухразовое горячее питание. И в случае необходимости вечером еще дополнительно будут выдаваться сухие пайки. Также разработаны для механизаторов условия соревнований весенней пассивной кампании 2017 года. Ксупуридская господарка со славутой истории. В свой час она была колгасом миллионером, и кинав этот ромал орден працанного червоного стяга. Зараз финансовые показчики больше степлые, але працуют в Уридском, як и ранее сумленно. Все лето вязковцами еще и на дворе спраяем. После яким выпадку азимы перезимовали лепш, чем год тому, и рывая селба проходит у лепших умовах. В этом году, наверное, условия намного лучше, чем в прошлом году. Мы, в принципе, вошли даже раньше, чем в том году посевную, и в почве влага есть. Была зима намного более снежная, чем в прошлом году, и условия отличаются, я думаю, и урожай мы получим. Сгодно зооперативной информацией об алсигасхаршу, зараз яровые культуры на Гомичне посеяны на 70 тысячах гектаров. Это 13% до плана, больших 22% засеяны в Бразинском районе, крыху меньше в Хонницком. По причине высокой вильготи на некоторых палетках, покой у селбе заденечено только 40% посевных агрегатов, а просовкой палетки начинают займаться и фермерские господарки. Объемы вытворчасти фермерских господарок всегда с подприемствами не поравнать, але у них есть один, видимо, великий плюс, и они мобильные, и могут займаться культурами, які в промысловых масштабах покой не вырабляются. Тем же топинамбур, например, за якого готовим беопалево, беодобалки, муку для диабетоков и горбату. Выращиванием этой культуры все это планирует заняться фермер Завёздки Зябрука Артём Ткачоу. По осудности, это импортозамещальный проект, покой практически вся вышейно-званая продукция, у Беларуси замежная в творчестве. Уже досягнута домовленность перепроцессу топинамбуру на осушенном заводе одного из местовых сегаспортприемств, а прочатаго все это фермер пропануя гамельчанам так званую зеленую продукцию, от шпинату и базилику до черной редьки и бручки. При этом Артём Ткачоу – перекананный прихинник экологично чистой продукции. Урожайность при таким подходе нижайшая, а для размывающей идея об здоровье. Урожайность действительно ниже, когда не используются химические обработки, минеральные удобрения. Но более полезный получается урожай. Я к этому пришёл с заботой о своём здоровье и стараюсь выращивать для тех людей, которые заботятся о здоровье своих детей, своих семей. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».